Я лего-человек. Я прилетел к вам из волшебного лего-града. Воспитанники Кустанайского ясли сада номер 8 должны помочь лего-граду. После сильного урагана дома в городе разрушены. Задача малышей – их вновь построить. Модели зданий дети создают на компьютере, а уже после складывают дома из конструкторов. В саду оборудована леготека, были приобретены оборудования, конструкторы для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Наши ребята создают модели лего, проводят исследования, все вместе обсуждают идеи, возникшие во время работы. Таким образом, с самого детства наши воспитанники вовлекаются в цифровое обучение, что способствует развитию навыков ранней компьютерной грамотности. Пока такие кабинеты оборудованы только в двух Кустанайских детских садах. В планах их число увеличить в разы. Как говорят сами педагоги, такое обучение помогает формировать у ребенка техническое и инженерное мышление. Захар Скуридин техникой увлекается давно поковыряться в железках или разобрать какой-нибудь прибор – любимое занятие, как и у многих мальчишек. Год назад он пришел в кружок авиамоделирования. Хотелось не разбирать, а создавать. Выбор кружка вполне осознанный. И вот в небе первая модель Захара. Сложно только, когда ты только пришел в этот кружок, а потом уже все легче и легче становится делать самолеты. А когда первый раз запускаешь свой первый самолет, что ощущаешь? Ну, много эмоций. Для развития технических и инженерных навыков кустанайских детей в области стали внедрять проект «Инженеры будущего». Он стартовал в 2015 году. Одной из первых в нем приняла участие Кустанайская гимназия имени Горького. За три года ее ученики получили более 20 призовых мест по робототехнике и программированию. На областном фестивале по робототехнике, международной олимпиаде по инженерному 3D-моделированию, международном чемпионате WorldSkills и High Tech. Раньше не все идеи и проекты ребят могли быть реализованы из-за недостаточно современного оборудования. Открытие нового кабинета цифровых технологий позволило не только охватить занятиями гораздо большее количество ребят, но и дало им новые возможности. Сейчас у них активнее развивается информационная компетентность, повысилась мотивация к изучению информатики и других предметов. Ну и, конечно, значительно выросло качество самих проектов. Ставку на техническое образование делают не только в областном центре. Аналогичные кабинеты появились и в сельских школах. В этом году состоялось открытие 22 кабинетов цифровых технологий. Дмитрий Гуренко, Ярослава Богатырева, РТН.